Уважаемые участники совещания, эффективности работы судебной системы в нашей стране всегда уделялось повышенное внимание. Тема сегодняшнего нашего разговора – судебное заседание, особенно по уголовным делам. Ясно две стороны – кто-то доволен судебным решением, кто-то нет. Бывают обе стороны недовольны, но чаще одна довольна, другая нет. И недовольная сторона хотела бы обжаловать решение суда. Система в Беларуси существует, но мы признали то, что ее надо усовершенствовать, с пользой для людей. В суд, конечно, в итоге может обратиться каждый за защитой своих нарушенных прав. Именно от суда ждут выверенных, справедливых и законных правовых решений. Уголовное судопроизводство здесь на особом счету. Серьезность рассматриваемых вопросов и последствий выносимых судебных постановлений требует крайне взвешенного подхода к реформированию данной сферы. Тем более, когда дело касается такого чувствительного для людей момента, как обжалование решением суда. К сожалению, даже самый грамотный опытный судья или прокурор в своей работе не застрахован от ошибок. И не только мелких каких-то технических ошибок. Иногда они могут привести и к осуждению невиновного. Возможность исправить такие ошибки должна быть безусловно гарантирована. В этих целях в 2016 году мы перешли в уголовном процессе от касационного к апелляционному порядку обжалования. Он позволяет более полно исследовать обстоятельства дела в суде второй инстанции. Это в 2016 году. В 2019 году мной было поручено Верховному суду внести предложение о дальнейшем совершенствовании порядка обжалования судебных постановлений по уголовным делам. Это то, о чем я вначале сказал. Если человек недоволен, он имеет право обратиться с жалобой. И в 2019 году мы решили, что мы усовершенствуем этот порядок. В конце прошлого года Верховный суд представил соответствующий проект закона. С одной стороны, данный проект предусматривает оптимизацию существующего порядка пересмотра судебных решений. То есть, чтобы не было лишней волокиты, бюрократии лишней и заорганизованности. С другой стороны, в этом проекте закона предлагается ввести дополнительную стадию судопроизводства кассационную. У нас апелляция дополнительно кассационная. В этой связи хотел бы, чтобы разработчики и заинтересованные четко разъяснили, для чего нам нужен возврат в уголовный процесс кассации. Она у нас уже была. Ведь апелляционное производство также сохраняется. Я неправильно, что Валентина Олеговича сказала? Нет, я правильно. Правильно. Я хотел бы, чтобы вы не только на этом совещании это объяснили, но и людям после совещания объяснили, чтобы люди понимали. В моей жизни был период, когда мне пришлось, работая заместителем директора завода стройматериала, столкнуться с осужденными. Притом по самым таким серьезным статьям. И я много имел контактов и разговоров с этими людьми. Ну, одно говорили, мы не виноваты, мы это не делали. Все. Это естественно. Вот с тех пор у меня осталось вот это чувство такой справедливости. Безусловно, талантливые люди есть, суперталантливые люди. Все могут делать. Вот попали туда. Ну, а может быть, действительно допускали ошибки. Тогда и теперь. Поэтому для людей очень важно, для их родственников, для них, чтобы справедливым было наше судопроизводство. Хотелось бы услышать, в чем будут заключаться ключевые различия между апелляцией и касацией. И как нововведение скажется на экономичности и оперативности правосудия. Не забюрократизировать правосудие. И, конечно, не должно быть удорожания. Кроме того, согласно представленным материалам, заинтересованные органы не высказали замечаний по проекту закона. Все согласились. Но все ли здесь безупречно в этом проекте закона? Если уж мы идем на изменения законодательства, надо сделать эти изменения. Ну, окончательно и навсегда вряд ли получится. Жизнь меняется, меняются и законы. Но на данный момент надо, ну, наиболее оптимально принять решение. Я хотел бы, чтобы честно и откровенно мы обсудили этот проект закона. Нет ли здесь каких-то подводных камней. Мы, может быть, что-то не ушли. И вообще готов ли этот законопроект для того, чтобы его рассматривать в парламенте. Ну и самое главное, в чем польза этого проекта. Не только для правоохранительной и судебной системы, но самое главное для наших граждан.